Если кто-то собирается шантажировать меня рекламой, шантажировать меня деньгами, иди на хуй. Повторю, иди на хуй. Это понятно? Go fuck yourself. Я надеюсь, что да. Эй, Боб, ты здесь в аудитории. Ну, давай тогда спрошу у тебя. Вы увидели короткий фрагмент интервью с Илоном Маском, который я в больших деталях, с большим количеством переводов, обсуждаю в своем следующем ролике. Вы узнаете, почему Илон Маск посылает некого Боба за русским кораблем, почему Илон Маск говорит странным голосом по-русски, со странным акцентом, и кто такой Боб. В этом ролике я рассмотрю роль Илона Маска, ту борьбу, которую с ним ведет социал-демократическое правительство и эстаблишмент в Америке, как Маск отвечает на эту борьбу, отношение Маска с Украиной и украинской борьбой за независимость и другие интересные аспекты, вызванные недавним интервью, обвинением Маска в антисемитизме, его реальной позиции по Израилю и другими, очень, как мне кажется, интереснейшими вещами. У меня нет проблем с тем, чтобы меня ненавидели. Кстати, я это слышу. Ну, я думаю, что желание быть любимым – это настоящая слабость. Настоящая слабость. А у меня такой нет. Если вы хотите, чтобы спутники надежно выходили на орбиту, SpaceX запустит 80% всей массы на орбиту в этом году. Китай запустит 12%. Остальной мир запустит 8%. Добро пожаловать на YouTube-канал Сергея Любарского. Наверное, все мои подписчики и зрители давно уже поняли, что с какого-то недавнего времени в мире идет гражданская война. Это холодная война, но, тем не менее, это непримиримая схватка между добром и злом, между будущим и прошлым, между развитием и стагнацией. С одной стороны, это силы коллективизма, люди, которые не хотят жить свою жизнь, люди, которые хотят жить за чужой счет, люди, которые хотят, чтобы государство забирало у одних и отдавало другим. Называется это по-разному. Это социализм, фашизм, коммунизм. Сейчас современное название этой, той же самой идеологии – это «walkness». Это люди, которые «walk». От слова «проснуться», то есть они спали и проснулись, увидев, какой мир ужасный и как мир нужно сделать лучше. Когда-то они назывались прогрессивисты. В Аргентине, о чем я вчера рассказывал, это называлось «пиранисты». Это все синонимы одного и того же явления. У них одинаковые цели, у них похожая психология. Они думают одинаково – это одна группа, ведущая эту холодную войну. Говоря о «пиранистах», вчера на моем канале вышла очень интересная передача, где я объясняю, почему Аргентина стала одной из самых бедных стран в мире, будучи когда-то второй, самой богатой после Соединенных Штатов страны в мире, еще сто лет назад. Что с ней такое случилось? Какое стихийное бедствие там произошло? Есть ли у Хавера Милея возможность подчинить эту проблему? И как это может помочь? Понимание этих процессов может помочь Украине построить ее будущее. Для тех, кто не смотрел это видео, настоятельно рекомендую. Это притеча сегодняшнего видео. Ссылочки в описании или на моем канале, если вы на него подписаны. Другая группа, которая ведет эту холодную войну, вторая группа этой войну не начала. Это была агрессия против второй группы. Это консерваторы. Это те, которые хотели сохранить мир в его оригинально первоначальном неплохом состоянии, где мужчина был мужчиной, женщина была женщиной. Прогресс был прогресс, а семья была основным смыслом жизни. Вот эти люди, люди, которые считают их основная философия, оставьте меня в покое. Дайте мне зарабатывать достаточно денег, дайте мне обеспечивать мою семью. Государство, которое должно быть под контролем общества, должно обеспечить мою безопасность. И я готов платить небольшие налоги для содержания честного государства. Все остальное я решу своим кругу друзей, религиозной общины, квартала, дома, громады, района, области или штата. Это люди, которые традиционно называли себя джефферсонисты, либералы. То есть слово либерал заключается в том, что у каждого человека есть свобода принятия решений. Мне не нужно государство, рассказывающее мне, какой размер туалетного бачка должен стоять у меня в туалете. Это либералы. Сейчас это слово стало, естественно, замацанное. Я понимаю, что для многих из вас то, что я сейчас назвал, выглядит практически китайским языком. Какое общество, какая громада, какие религиозные общины, о чем это вы? Я об этом посвятил огромное количество роликов на моем канале. Естественно, повторять я это не буду. Отсылаю вас к плейлисту. Обратите внимание, что на любом канале есть плейлист. И вот есть плейлист на моем канале, который называется «Школа Любарского», которая позволит вам пройтись под уже больше 60 роликов я записал, которые посвящены именно фундаменту, основам социального политического устройства любого общества. Если вас заинтересовало, о чем это Любарский рассказывает, вам нужно начинать «Школу Любарского». Эта война стала, или не перешла из холодной в горячую. Она перешла в горячую войну на улицах Миннесоты, на улицах Нью-Йорка, на улицах Сан-Франциска и Чикаго во время пандемии, когда активисты Black Lives Matter били людей в ресторанах за то, что они не давали деньги на содержание БЛМ, когда они палили полицейские машины, когда они разбивали витрины магазинов. Мы все это видели с ужасом. Это было первое горячее извержение этого вулкана. Потом была украинская, российско-украинская война. Это продолжение того же самого. Сейчас не будем объяснять, какая связь, но, поверьте мне, связь непосредственно между двумя этими полярными точками зрения и украинско-российской войной, вернее, российско-украинской войной существует. Эта война перепрыгнула в Израиль, и тут совершенно очевидно, что воюют левые, поддерживающие так называемый палестинский народ, и воюют люди доброй воли, которые поддерживают народ Израиля в своем праве на жизнь. По-другому это не назовешь. И эта война, как любая война, захватывает все больше и больше людей в ту или в другую сторону. Отсидеться посередине и не быть участником не получится, и как водоворот в эту войну затягивает все больше и больше разных людей. И теперь она затянула Илона Маска, который, в принципе, до этого был достаточно нейтрален. То есть до пандемии, до ковида он в политику не лез, в политику не игрался, но так сложились обстоятельства, что он сейчас стал участником этого конфликта. Стоит начать наш рассказ с упоминания, а как вообще Маск сюда попал, который до очень недавнего времени был ополитичен и скорее про левый, нежели про правый. Ну, в общем, в целом он особенно в политике не участвовал. Попал он сюда потому, что он решил купить Твиттер. Твиттер ему нужен для того, что по его грандиозному плану он в течение ближайших пяти лет покроет Землю огромной сетью спутников, низколетящих спутников. У нас появятся телефоны, у нас появится спутниковая связь в каждом доме, в каждом телефоне. Соответственно, он будет, Маск, его компания, будет владеть полностью всем интернетом. Интернет будет приходить к нам не из Wi-Fi или из GSM, а будет приходить из масковского Старлинка. В этом его мастер-план. И, соответственно, следующее логическое продолжение – это контролировать социальную медиу, которая дает весь контент. От телевизора до развлечения, до социального интеракшн, до социального общения и так далее. Поэтому ему понадобился Твиттер. Когда он начал торговаться о Твиттере, выяснилось, что владельцы Твиттера используют Твиттер не как бизнес-продукт, а как социальную платформу для продвижения социалистических идей, что Твиттер убыточен, Твиттер не приносит никакой прибыли, завышает свою, вернее, занижает свою убыточность и тем самым завышает количество юзеров на этом Твиттере. И Маск хотел было уже откреститься и не покупать, но тут его заставили. Его заставили, против него был суд, мы все это прекрасно помним, ему дали дедлайн, с него брали штрафы, Маск сказал, хорошо, хотите, куплю, но то ли в качестве отместки за это давление, то ли просто в природу своих природных качеств, Маск сказал, что теперь Твиттер будет то, что он называет городской площадью, то есть по-украински Майданом. Ну, то есть любой человек имеет право говорить все, что он хочет, при слове, что он не призывает к прямому насилию. Вот простая критерия. Не призывай никого убивать друг друга и говори все, что хочешь. Это дико, дико возбудило все левое воинство. То есть Маск посягнул на святая святых. Нельзя разрешать другой стороне иметь свою платформу. Трамп попытался, Трампу открутили голову. То есть были при Трампе другие разные платформы, которых просто диплатформ, то есть им забрали возможность развиваться и привлекать к себе аудиторию. Как и Ленин, они моментально захватили современный телеграф, современный телефон. То, что обеспечивает связь и не дает людям объединиться и конкурировать на рынке идей. И как только Твиттер с помощью Маска случайно откололся от этой триады, вот этой вот ядерной триады, Facebook, Twitter, YouTube, то Маск попал немедленно под артиллерийский обстрел из всех калибров, ну естественно не физических, а медийных. И искался любой повод, чтобы прекратить, уничтожить его компанию и прекратить его существование. Не Маска лично, а существование Твиттера. Сначала это был лишь тот предлог, что Маск разрешает любой спич. То есть, если вы помните, в начале покупки был объявлен некоторый бойкот Маску, потому что у него нет цензуры. Маск очень легко объяснил своим, сам лично объяснил своим подписчикам на Твиттере, что цензура не подобает свободному обществу, что со словом нужно бороться с словом, что кроме обычной понятной гайдлайн «нельзя призывать к насилию на моей платформе», вы можете говорить все, что угодно, а дальше люди будут либо поддерживать ваш спич, либо не поддерживать, но то она и свобода слова. То есть, с точки зрения Маска, как с точки зрения любых, абсолютно подчеркиваю, любых классических либералов, защищать доброе слово не надо. Все прекрасно понимают, что если слово доброе, ну что его защищать? А свобода слова или защита свободы слова, это защита того слова, с которым большинство не согласны. Вот это слово нужно защищать. Классическое, если вы помните, либеральное, не согласен с тем, что ты говоришь, но готов умереть за твое право это сказать. Так вот, именно ради этого был куплен Твиттер. При покупке примерно половина сотрудников отказалась работать на Маске. В смысле, они зарплату получать хотели, а работать не хотели. Был пассивный бойкот, люди сидели по домам и практически ничего не производили, был полный саботаж. Маск сказал, что любой человек, который в следующий понедельник не выйдет на работу, будет уволен. И он выполнил свое слово и уволил половину компаний. На этой почве попытались сделать снова очередной бойкот. Но тут выяснилось, что это половина бездельников получала немеренные зарплаты, средний уровень зарплаты был выше четверти миллиона долларов. И при этом компания вообще не заметила их отсутствия. Было тяжело бойкотировать компанию, которая просто избавилась от балласта. Тоже не получился бойкот. После этого Маск уволил всех цензоров, кость оказалась из оставшейся половины, около 40%. То есть уволил все людей, занимающихся комплайнс, связью с государством, слушанием всевозможных решений и протестов по поводу свободы слова. Все это было уволено. И то ли в насмешку, то ли по доброте душевной, опубликовал всю переписку Твиттера, до его прихода к руководящей роли, с государством, где было совершенно четко показано, сейчас в конгрессе идут слушания, что государство, американское федеральное правительство, полностью руководило Твиттером, закрывая свободу слова для критикующих это государство, лидеров общественного мнения. И вот все это Маск обнародовал в публичном пространстве. Естественно, бойкотировать из его это было нельзя. Компания Твиттер переименовалась в ВЭКС. Переименовала ее потому, что он полностью хочет поменять концепцию. Твит это то, что делает птичка. Твит, твит, твит. И там было 140 слов лимит. А сейчас он говорит, у меня люди вешают трехчасовые ролики. Какой же здесь твит? То есть Маск хочет сделать швейцарский ножик, в котором будет и видео, то бишь YouTube, и Facebook, социальная среда, и Twitter, короткие сообщения, и Instagram, и TikTok. Все в одном флаконе. Он над этим работает. Работает примерно с четвертью того состава, который у него был до покупки. За это же время Маск увеличил количество подписантов практически на 20%. То есть объем подписчиков увеличился. Монетизировал ряд ролей. То есть у вас есть бесплатный Twitter, но если вы хотите что-то серьезно постать, вам придется там платить. То есть он нашел способ, как из неприбыльного Twitter сделать прибыльный. По крайней мере, Twitter сейчас не берет никаких денег. И левые силы не нашли никакого способа, чтобы каким-то образом забайкотировать Маска до недавней поры. Итак, две недели назад повод нашелся. И список компаний, которые начали бойкотировать Илона Маска, растет. Сюда относятся Apple Corporation, Disney Corporation, Washington Post, Paramount Corporation, NBC новостная организация, Marvel, IBM Corporation, Sony Picture, CBS, The Colbert Show, Comcast Corporation, Liongate и Warner Brothers Discovery Channels. Это только начало, и эти компании, все они абсолютно вог, все они абсолютно левые, пытаются заблокировать Маска. И что значит заблокировать? Перестать адвертайзировать на его платформе. То есть они для него клиенты. Эти клиенты прервали свои контракты, с ними долгосрочные контракты, они все прервали свои контракты. Маск теряет миллиарды долларов на потерю этих контрактов. И их задача, задача левых сил, задушить Твиттер. Избавить мир от свободной платформы. Платформа, на которой вы можете говорить без цензуры. Это полностью нарушает планы левых. Каким же был предлог? Предлог был тем, что якобы Маск сделал антисемитский Твиттер. И теперь Маск выступил в интервью, где он объяснил, что произошло, объяснил свою позицию. И, собственно говоря, это был ответный выстрел. То есть идет война, война ведется вот такими пресс-конференциями. Несмотря на это, это жесточайшая война. Люди будут увольняться, терять работу. Будут потеряны миллиарды долларов. То есть вся украинская война, это 20 миллиардов долларов поставленных вооружений. Вооружений, подчеркиваю. Твиттер был куплен за 40 миллиардов долларов. То есть размеры, соразмеримые с размерами огромных войн. Маск перетвитал некий, незнакомое во ему лицо твит, в котором намекалось. Текст скрыт. Я текст сам не нашел оригинального твита. У кого есть, пожалуйста, сошлитесь. Но суть шла о том, что евреи виноваты в том, что произошло. И Илон Маск перетвитал это на своем канале с фразой «This is actually the truth», что переводится как «Да, это, скорее всего, правда». Это послужило достаточно, чтобы обвинить его в антисемитизме. И, соответственно, это послужило поводом для прерывания контрактов и, по сути говоря, разорения компании X, компания, которую купил Маск. Из всех постов, которые я сделал на платформе, я думаю, их может быть 30 тысяч или около того, верно? Время от времени я говорю что-нибудь глупое, и я это делал. И я бы определенно отнес этот комментарий о том, что вы сказали настоящую правду, к числу, возможно, одного из самых глупых, если не самых глупых поступков, которые я когда-либо делал, платформа. И я приложил все усилия, чтобы впоследствии уточнить, что я определенно не имел в виду ничего антисемитского, поскольку все, здесь видели массовые демонстрации в поддержку Хамаса, в каждом крупном городе на Западе. Это должно раздражать. Что ж, некоторые из этих организаций получали финансирование от видных людей еврейской общины. Они не ожидали, что это произойдет. Но если вы вообще без каких-либо условий финансируете преследуемые группы в целом, некоторые из этих преследуемых групп, к сожалению, хотят вашего уничтожения. И что я имел в виду, когда впоследствии пояснил, что неразумно финансировать организации, которые поддерживают группы, желающие вашего уничтожения. То, что вы видите, это интервью Илона Маска газете New York Times в переводе искусственного интеллекта. Вы, наверное, заметили, что я начал монетизировать свой канал. Вы, наверное, заметили, что Дерри Ваволи начали монетизировать, соответственно, канал Дерри Ваволи. На эти небольшие деньги, которые мы собираем, мы можем купить, а это стоит денег, искусственный интеллект, который позволяет нам, теперь не с субтитрами, как я раньше делал, а с дословным переводом, перевести вам ключевые события, происходящие в медийном пространстве здесь, в Соединенных Штатах Америки. Поэтому существует небольшой акцент, как перевел, так перевел, перевод достаточно правильный. Просто обращаю ваше внимание, что перевод нечеловеческий, все оговорки о грехе, это не ко мне, это к искусственному интеллекту. Но продолжим наш рассказ. Я думаю, Маск совершенно четко объяснил, что он имел в виду в своем оригинальном ретвите, что это, скорее всего, правда. Он говорил о том, что большое количество миллионеров или мердеров, которых он лично знает, еврейской национальности, Jewish background, давали деньги на развитие Хамаса и на развитие левых сил. И теперь за эти деньги Хамас и левые силы уничтожают евреев в Израиле. Вот об этом он говорил, что евреи сами виноваты. Он в лоб сказал, что это был глупый твит, что он не продумал возможные последствия. Он также сообщил о том, что сразу после оригинального вот этого ретвита, который начался весь этот шит-сторм, он повесил несколько твитов, объясняющих свою позицию и какая была логика его высказывания, и что он конкретно имел в виду. Вот все его объяснения были полностью, подчеркиваю, полностью игнорированы левой, а это единственная медиа, которая существует в Соединенных Штатах, левой мидией. Вот это все не заметили, и вот теперь, только сейчас, Илон Маск рассказывает свою версию, свою сторону произошедшей истории. Прошу прощения за это, за тот твит или пост. Это было глупо с моей стороны. Среди 30 тысяч твитов это, возможно, буквально самый худший и глупейший пост, который я когда-либо делал. Я стараюсь изо всех сил объяснить, всеми возможными способами. Но вы знаете, по крайней мере, я думаю, что со временем станет очевидно, что на самом деле далеко не являясь антисемитом. Я на самом деле филосемит. И все доказательства в моем трудовом стаже подтверждают это. Ну вот вы услышали формальное извинение. Человек, который не просто нейтральный, а человек, который за евреев. Как мы знаем, что Маск, у которого горит земля под ногами, у которого сейчас разоряется компания, в которую он вложил 40 миллиардов, нам не врет? Более подробно о том, что я имел в виду. Я позднее уточнил это в ответах, но эти пояснения были проигнорированы медиа, и по сути, я подал патрон тем, кто ненавидит меня, и, можно сказать, тем, кто также антисемит. За это я очень сожалею, это не было моим намерением. Так что я опубликовал на своей основной странице, чтобы абсолютно четко дать понять, что я не антисемит, и что на самом деле если что-то, то скорее филосемит, и поездка в Израиль была запланирована до всего этого. Это не имело значения. Вы видите это. Знаете, что это? Я знаю, потому что фактически следил за вашей поездкой в Израиль. Верно. Почему бы вам не рассказать всем? Это было... Это значит... Давайте вернем их домой. Заложников. Это мне передали родители одного из заложников. И я сказал, что тоже надену его, пока там остается хотя бы один заложник. И я продолжу это носить. Сейчас левые силы хотят обвинить Маска в том, что он не искренен. То, что якобы его недавняя поездка в Израиль была вызвана именно то, что называется damage control, то есть потушить пожар. И теперь он притворяется. Он притворяется в том, что он не антисемит. И это все поза. Нет. Так же, как левые обвиняли совершенно беспочвенно, а главное, ну, дико странно, Трампа, у которого внуки иудеи, у которого зять Кушнер, верующий еврей, у которого любимая дочь приняла ГИЮ, президента, который сделал все для Израиля, не было у Израиля большего друга среди американских президентов за всю историю Израиля, чем Дональд Трамп, но при этом левые умудрялись обвинять Трампа в антисемитизме. Это стандартное дежурное обвинение. Обвинять в том, что ты делаешь сам. Вот, обратите внимание, стандартный трюк, идущий, уходящий корнями еще до Геббельса. Антисемиты левые. Иханамар, Иоси, все лидеры левых сил, махровые, зоологические антисемиты, все вот эти NBC, Disney Corporation, не видят ничего антисемитского в лозунге «From the river to the sea Palestine will be free», то есть старый лозунг, по которому призывают уничтожить государство Израиль и людей, живущих в нем. Вот в этом лозунге, вот в этом лозунге они не видят антисемитизма. А в том, что Илон Масс сказал, что в трагедии евреев есть вина тех евреев, которые спонсировали левые силы, в этом они видят, видят антисемитизм и используют это как повод уничтожить единственную компанию на планете, говорящую им правду. Это было сказано онлайн, была вся эта критика. Рекламодатели уходили, мы говорили с Бобом Айгером, если они перестанут, ты надеешься, не рекламируйте. Ты не хочешь, чтобы они рекламировали? Нет. Что ты имеешь в виду? Если кто-то собирается шантажировать меня рекламой, шантажировать меня деньгами, иди нахуй. Повторю, иди нахуй. Это понятно? Я надеюсь, что да. Эй, Боб, ты здесь в аудитории. Ну, давай тогда спрошу у тебя. Вот как я отношусь к рекламе. Пусть падут фишки. Как падут. Пусть падут фишки. Как падут. Ну, первое, что я хочу сказать, матерюсь не я. Я на своем канале не матерюсь. Материца Илон Маск, из песни слов не выкинешь, в переводе искусственного интеллекта, ну, естественно, с совершенно смешным неправильным ударением. Это понятно. Тем не менее, мы слышали очень много интересного. Давайте проанализируем. Первое, что отпадает, что Илон Маск хочет подлизаться и объяснить своим бывшим рекламодателям, что он исправился. Вы совершенно четко видите, что его желание помочь Израилю и его произраильская позиция не имеет никакого отношения, что он хочет замять конфликт. Он этот конфликт, как вы видите, не заминает, он его раздувает. Ну, это совершенно очевидно, когда баб обращается к человеку, который идет в зале. Это баб сейкер, 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 Дисней. Да, вот, Илон Маск послал за русским кораблем сидящего в зале своего самого крупного клиента. Вот так Маск борется за спасение своей компании. Удивительно, не правда ли? И дальше он говорит очень интересную фразу, пусть фишки упадут там, где они упадут, let chips fall where they may. Это означает, ну, наверное, по-русски перевод, естественно, не одиоматический, а идиома означает, что ему быть, тому не миновать, пусть сбудется то, что должно сбыться. Эта фраза означает, что я не собираюсь под вами прогибаться. Я не собираюсь под вами прогибаться. Это привело в ужас его интервьюера, и дальше он уточняет позицию Маска. Фактически, что собирается сделать эта рекламная блокировка, это убьет компанию. И вы думаете, что компанию и весь мир узнают, что эти рекламодатели убили компанию, и это будет подробно задокументировано. Но есть те рекламодатели, которые скажут, что они не убивали компанию. О, да, они скажут, скажите это всему миру. Но они скажут это. Они скажут, что, Эллен, ты убила компанию, потому что ты сказала эти вещи, и они были неуместными, и им не было комфортно на платформе. Верно. Вот что они скажут. И посмотрим, как на это отреагирует мир. Так что, хорошо. Тогда это возвращается к тому, мы оба представим свои аргументы, и мы увидим, что будет результат. Я имею в виду, если компания потерпит неудачу из-за рекламной блокировки, это произойдет из-за рекламной блокировки. И это будет то, что обанкротит компанию. И об этом узнает весь мир. И ее унесет рекламная блокировка. Но вы признаете, что некоторые из тех людей скажут, что им не было комфортно на платформе. И я задаюсь вопросом, просто интересуюсь, и спрашиваю у вас, что вы скажете, судье. Хотя судья, судья — это публика. И вы думаете, что публика скажет, что Дисней допускает ошибку? Да. И они будут бойкотировать Дисней. Они уже это делают. Немножко смешно перевод. Блокировка — это блокада или, скорее, бойкот. Вот об этом идет речь. И что же мы здесь узнаем? Мы узнаем, что у Маска Фаберже сделан из необычно твердого материала. Это совершенно очевидно. И он, рискуя потерять 40 миллиардов вложений, потому что сейчас идет призыв к полному бойкоту. К этому призыву присоединился Белый дом. Вот при чем здесь Белый дом? Ну, совершенно... При чем Белый дом сейчас? Это марширующий оркестр, под которым подзмор барабанов левый идут в бой. Это понятно, при чем здесь Белый дом. И тем не менее, и тем не менее, Маск вместо того, чтобы искать перемирие, идет в атаку. О чем говорит Маск? Маск говорит о том, что если Твиттер разорится, то он сделает так, что все миллионы, сотни миллионов юзеров почувствуют, что это сделал не Маск, это сделали люди, которые разорили для них Твиттер. У Твиттера огромное количество подписчиков. И, по сути, де-факто, не называя вслух вещи своими именами, призывает к бойкоту тех компаний, которые бойкотируют Твиттер. Вы будете подкотировать Твиттер, а мои юзеры будут бойкотировать вас. Поэтому, я думаю, что совершенно очевидно, что люди доброй воли должны перестать использовать продукты тех компаний, которые я вам назвал в начале ролика, чтобы поддержать Маска и сохранить ту платформу, которую Маск хочет сделать для нас, как платформу свободного общения для людей доброй воли всего мира. Он решает наши с вами проблемы. И последнее, о чем он говорит, собственно говоря, что такое Дисней уже начал терять. То есть, так устроен мир, что если у вас голова болит о глобальном потеплении, о трансгендерном равенстве, о лесбиянских правах, то у вас голова не болит за бизнес. Вот почему-то одновременно это сделать невозможно. Если израильская армия хочет решать проблемы глобального потепления, она не решает проблемы обороны. И вот перед вами статья, статьи таких бесконечное множество, компания Дисней, это еще до этого конфликта, еще до этого скандала, до еще вот этой дипломформы, до этого бойкота, теряла миллиарды долларов в год. Вот перед вами второй параграф этой статьи, ничто не рассказывает историю более ясно, чем краткая история Диснея Лея. В начале 2000-х годов Дисней под руководством генерального директора Баба Айгера совершила одно из самых выдающихся успехов в современной истории бизнеса. ESPN был самой дорогой ценой сетью кабельного телевидения. Они также приобрели Pixar, Marvel, Lucasfilm и Fox. То есть Fox принадлежит Диснею. Когда компания перешла на потоковую передачу, она оказалась была настроена одновременно обойти Netflix и съесть все кассовые сборы. Но сегодня акции Диснея находятся на девятилетнем минимуме, то есть они теряют деньги. Операционная рентабельность снизилась на 75%, и в прошлом году Дисней потерял 4 миллиарда долларов. То есть это потери за год. Потому что они пытаются использовать компанию Дисней как платформу для распространения антисемейных, то есть Vogue Values, о том, что мужчина – это женщина, женщина – это мужчина, брака не существует. И огромное количество людей без всякого бойкота просто перестали показывать детям мультики, в которых пропагандируются нетрадиционные ценности. Как говорят в Америке, сейчас это появилась поговорка «Go walk, go broke». То есть станешь вог – разоришься. И это произошло, это уже происходит несколько лет, это происходит без всякого призыва, просто люди выключают детям Дисней, люди не ездят в Диснейленд, огромный источник ревеню. Дисней потерял полностью весь свой стримин-сервис ценой в полмиллиарда долларов, все это накрылось, потому что Дисней ставит политические, пропагандистские задачи выше, ну, собственно, своих основных задач – создание прибыли и создание контента для детей. Поэтому Маск идет ва-банк, помните, был такой фильм «Ва-банк», то есть Маск идет ва-банк, и, по сути говоря, показывает, что он не боится баба. То есть помните, тот самый баб Аткинс? «Bab, go fuck yourself». Вот, и говорит о том, что он обладает определенной популярностью, влиянием и силой, и он готов сражаться за свои идеалы и за свою компанию. «У меня нет проблем с тем, чтобы меня ненавидели. Кстати, я это слышу. Ну, я думаю, что желание быть любимым – это настоящая слабость. Настоящая слабость. А у меня такой нет. Если вы хотите, чтобы спутники надежно выходили на орбиту, SpaceX запустит 80% всей массы на орбиту в этом году. Китай запустит 12%, остальной мир запустит 8%. Сюда входят Boeing, Lockheed и все остальные. Так что Рекорд Ракет – в общем, самый лучший по сравнению с чем-либо другим. Вы можете ненавидеть меня дальше. Вы можете мне не доверять. Это имеет значение. Рекорд Ракет говорит сам за себя. Что касается Тесла, мы делаем лучшие автомобили. Нравлюсь ли я вам или нет – это все равно. Хотите ли вы лучшие автомобили или нет? Я много раз повторял на своем канале – это не моя цель. «Вам понравится, я не 100-долларовая бумажка, чтобы меня все любили». Только что вы услышали это в исполнении Илона Маска. Я от него научился, да, чему-то учусь у умных людей той фразе, что желание понравиться всем – это слабость. Я это понимал интуитивно, никогда для себя так не формулировал. Да, желание всем понравиться является слабостью. Я не включил в этот кусочек видеоцитату, но дальше Илон Маск говорил о том, что он после этой пресс-конференции вылетает в Техас, делать презентацию, то, что он сказал, самое революционное, самое великое изобретение этого года – электронный трак. То есть, трак – это фура. То есть, это совершенно новая линия продукта Теслы, полностью автоматически, неуправляемый или управляемый, там разные варианты есть, траки. Это готовилось в течение последних четырех лет, и это считается полностью, изменит лицо цены, процессы доставки продукции. У нас в Америке доставляется большинство товаров народного потребления автомобилями и не поездами. Все это будет изменено. Это делает Маск в этом году. У него закуплены эти вот траки на ближайшие четыре года вперед, он еще их не начал выпускать. И вот с этим человеком Баб собирается бороться. Мне интересно, кто из них победил. Мы сосредотачиваемся на создании лучших продуктов, и Тесла достигла того, чего достигла, не потратив ни копейки на рекламу. Понимаю. В настоящее время Тесла продает в два раза больше электромобилей, чем все остальные производители электромобилей в Соединенных Штатах вместе взятые. Тесла сделала больше для окружающей среды, чем все другие компании вместе взятые. Можно сказать, что поэтому, будучи лидером компании, я сделал больше для окружающей среды, чем любой другой человек на Земле. Я говорю, что мне важна реальная добродетель, а не восприятие ее. И я вижу повсюду людей, которым важно выглядеть хорошо, делая зло. Пусть идут нахуй. И вот эта очень интересная цитата приводит нас к следующему разговору, разговоры об отношении Маска к Украине и об отношении Украины и украинцев к Маску. Я получил довольно большое количество хейт-месседжей в связи с тем роликом, когда я объяснял, что Маск имел право не поддерживать Украину, где обсуждалась та новость в сообщении Подоляка, что Маск выключил связь, когда Украина наступала или проведила секретную операцию в Крыму. Так как я не высказал свое негодование Маскам, а у меня нет к нему ни положительного, ни отрицательного в данном конкретном эпизоде отношения, потому что я не обладаю полной информацией. Я не делаю свои выводы, у меня нет точной информации в ту или в другую сторону. Но тем не менее, вот эти вот хейтеры пишут мне гневные письма. Письма я обсужу с вами хейтеры завтра в понедельник в прямом стриме. Я к вам вернусь, мы об этом еще поговорим. Я потрачу время, мы обсудим вашу позицию, мою позицию. Это будет все завтра. А сегодня вернемся к технологиям и к Маску. То есть давайте я вам замечу, что Маск с начала войны практически бесплатно поставил больше 20 тысяч тарелок и предоставил сервис. Сами тарелки, на них деньги не зарабатывают. Зарабатывают они деньги на сервисе. Вот сервис Украина предпочла не платить, считая, что ей все будут предоставлять на шар. После чего Маск начал отключать. И вот тогда только Украина начала думать, что вообще-то неплохо было бы заплатить. В итоге все равно большинство счетов не было погашено. Все равно Украина пользует всем этим на шару. Ну, а самое смешное в том, что даже если бы Украина платила коммерческий контрактный рейд, то это все равно 5 центов на доллар. Я не сгущаю краски. По сравнению с использованием этих же тарелок, если бы они были использованы в военных целях, как Украина их и использует. О чем я говорю? Когда вы гражданский товар используете в военных целях, в Америке это стоит в 20 раз дороже. То есть, если бы Украина купила эти же 20 тысяч тарелок у Локхит Мартина, у которых нет столько спутников, у которых хуже связь, неизвестно, Локхит Мартин вообще выдержал бы эту нагрузку, у которых, которые легко русскими расшифровываются и блокируются, а тарелки Маска, ну, по крайней мере, на состоянии этого лета, еще не были блокированы русской противоэлектронной борьбой, так вот, если бы все это было не у Маска, а у официального американского поставщика, то все это стоило бы в 20 раз дороже. И при всем при этом Маск, который, ну, практически частная компания, мог бы поставлять в Россию. Вы хотите сказать санкции? Ну, посмотрите, как работают санкции в Казахстане, в Киргизстане и в других милых странах. То есть, если бы Маск имел желание помочь России, он бы нашел возможность это сделать. Либо в убыток себе, ну, точно без прибыли, делает Украине любезность, но при этом критикует правительство Украины и решение правительства Украины воевать до конца. Я не поддерживаю Маска в его критике. Но его критика обоснована. Это не связано с тем, что он куплен Кремлем, Кремлевская консерва скрылась. Он боится, реально боится начала Третьей Евровой войны и он искренне жалеет миллионы жизней, которые могут потеряны, еще не потеряны, могут быть потеряны. И вот именно с этих гуманитарных позиций он хочет остановить эту войну, при этом поддерживая Украину. Официальный представитель украинского правительства критикует и ругает Маска на Твиттере и при этом что Маск делает не отключает спутники, имея на это полное право. Какое право? Украина использует спутники не по назначению. Военное использование гражданской продукции контрактными обязательствами, помните, покупаете устройство, там такая буклетик есть, или допустим загружаете программу, ну нажать кнопочку согласен с условиями, так вот всегда будет там 49 с половиной условия, нельзя использовать эту продукцию для военных или других нелегальных целей. вы хотите вести войну, покупайте это все в 3 дорого, вернее в 20 дорого у компании Lockheed Martin. О людях надо следить по их деяниях, об их поступках, как перевел искусственный интеллект, по их благодетели, а не по их словам. Вот это величайший месседж, который вам сообщает самый богатый на сегодняшний день, самый экстравагантный, видимо, самый умный человек в мире. Аспирация для ИКС быть глобальной городской площадью. Теперь, если бы вы прогулялись, скажем, до Таймс-сквера, вы иногда слышите людей, произносящих безумные вещи? Да. Но они не имеют мегафона. Вот и загадка. Они могут это сказать только тем, 50 или 100 людям, которые находятся там, на Таймс-сквере. У них нет. Я имею в виду шутку, которую я использовал относительно старого Твиттера. Это было как раздача всем в психиатрической клинике мегафонов. Так что, я понимаю, что вещи могут продвигаться, которые негативны вне просто круга кричащих безумных вещей на Таймс-сквере, что происходит постоянно. Так что, это действительно довольно редко, если быть откровенным, чтобы что-то ненавистное было продвинуто. Это не значит, что это никогда не происходит, но это довольно редко. И вот мы пришли к самому интересному, почему, собственно, левые, а безусловно, издание The New York Times и этот журналист радикально левые, и они объясняют, почему они ненавидят Маска. Маск говорит, что вот вы были на Таймс-сквере, то есть стоит человек и говорит все, что он хочет, право слова, поэтому он хочет сделать Твиттер вот таким вот открытой площадкой, Майданом, Таймс-сквер, для свободы слова во всем мире. Это не украинская тема, это не российская тема, это не американская тема, во всем мире, во всех странах, где существует узурпация власти, где существуют диктаторы, появляется платформа у людей, когда людям говорят правду, и их нельзя запретить. Гарантируется их анонимность, государство не получает никакой информации и так далее. Вот это видение Маска. И что ему, так сказать, возражает журналист, он говорит, что да, сумасшедшие могут говорить все, что угодно, но им нельзя давать мегафон. То есть это стандартное, стандартное, я об этом запишу в какое-то ближайшее время отдельный ролик, стандартное клише, как они обходят нарушение классического либерального взгляда о свободе слова. У вас есть freedom of speech, но вам не дали freedom of reach. Рич это достижение аудитории. Говорите что угодно, если вы говорите у себя на кухне. Но как только вы хотите использовать электронные, современные средства массовой информации для распространения нам неугодного месседжа, мы с этим будем бороться. Вот это означает you don't have freedom of speech, but you don't have freedom of reach. Мы не дадим вам распространять вашу информацию. Вот об этом, вот об этом, вот именно об этом идет борьба. Именно поэтому у Маска забирают твиттер или пытаются его разорить, чтобы он потерял 40 миллиардов долларов, потому что речь не в его миллиардах, а речь о том, что мы не можем, вернее, они, левые, не могут вести пропагандистскую борьбу, если существует нейтральная платформа свободы слова. Вот мы дошли к концу нашего ролика до квинтэссенции, то есть сути состояния текущих событий. Вот об этом идет речь. Это не про антисемитизм, это не про Украину, это не про Хамас. Это о том, что в этой ядерной триаде Twitter, YouTube и Facebook откололся Twitter, потому что выкупил Маск, и Маска вместе с Twitter нужно закатать в асфальт. Вот идет война. И как же отвечает Маск на этот посыл? Он говорит о том, что если каждому самошедшему дать мегафон, он не услышит, его не услышит. Платформа одинаковая для всех. Он говорит то, что говорю я, только другими словами. Я это называю со словом, можно бороться со словом. Вам не нравится мое слово, приходите ко мне на дебаты. Я участвую в этой войне, моими оппонентами являются Латынин, Нашвец, Абрамсон, все наши левые, которые вот на той стороне, на той стороне баррикады, и никто из них, скрываясь, но он врет, он никто, имя ему ничто, у него нет подписчиков, никто не хочет, за исключением Абрамсона, который вышел и тут же зашел, встречаться со мной, тот же Арестович, к моему большому удивлению, но не хотят они спорить с Любарским на темы свободы слова будущего Украины и так далее. Для меня это совершенно очевидно, если я что-то постулирую, на мне лежит моральное обязательство защитить свою позицию в честном споре, дав зрителям понять позицию каждых из спорящих сторон, то есть педалят вам левую программу, вас отравляют этой левой жвачкой, и я готов для украинских и российских и белорусских слушателей устроить любые дебаты там, где наши точки зрения не совпадают. Но никто из них со всеми ссылками этого делать не будет, потому что они не хотят увеличивать мою платформу. Они прекрасно понимают, что показав это в публичном пространстве количество подписчиков придет больше, а соответственно у меня возникает этот самый Freedom of Reach, меня увидят больше. Поэтому они заведомо знают, что они проиграют, то есть у них не получится меня опозорить, опозорить получится меня их, и соответственно они боятся, боятся приходить на такие дебаты. Это корень той же проблемы, почему твиттеры хотят убить. Всем спасибо за время и за внимание. До встречи в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok